В субботу спортивно-досуговый центр «Старт» стал центром притяжения спортсменов города Семилиственниц. В два часа дня начался турнир волейбольный, соревнования по армлифтингу и прошли первые забеги ямальского кросса. Напомним, этот проект получил поддержку фонда президентских грантов. Авторы предлагают горожанам проводить летние вечера с пользой для здоровья, занимаясь бегом в компании единомышленников и совершенствовать свои результаты. Каким получился праздник спорта и почему бег в Лаватангах стал делом семейным в следующем репортаже. 23 июня во Всероссийский Олимпийский день в Лаватанге прошел первый этап проекта «Ямальский кросс». В празднике спорта первыми предложили поучаствовать детям в возрасте от 5 до 16 лет. Дистанция в зависимости от возраста – 1 километр для тех, кто постарше и 250 метров для малышей. Забеги получились действительно семейными. Родители бежали и подбадривали рядом с дорожкой. Финишировали, держа малышей за руку. И даже на руках. А добежав, юные спортсмены падали в объятия к мамам. В первых забегах на старт вышли больше четырех десятков участников. Дети от 8 до 10 лет бежали 500 метров, с 11 лет уже километр. Судьи отметили достойную подготовку спортсменов. Все легкоатлеты преодолели финишную черту. Никто не сошел с дистанции. Не было работы и врачам скорой помощи обошлось без травм. На финише исключительно позитивные эмоции и улыбки. Сначала, когда я начала бежать, меня сначала начали обгоняться. А потом, когда я пробежала по вину, я впервые всех побежала. Мне понравилось бежать. И дипломы, и шоколадки. Еще побежишь? Угу. Безопасность юных легкоатлетов обеспечивали волонтеры, которые расположились до всей дистанции. Следили за тем, чтобы никто и ничто не могло помешать движению спортсменов. Я должен был следить за тем, чтобы никто не выдвигал на беговую дорожку, чтобы не столкнулись с участниками. Все нормально? Все получилось? Да, все хорошо. Никто не выдвигал. Как тебе у самого впечатления, как у волонтера, со стороны наблюдателя? Как прошел забег? Очень хорошо, мне кажется. Все хорошо так, дружненько все бежали. Некоторые даже за руку бежали, сестры, братья. В следующий раз сам будешь участвовать? Да, в следующий раз, да. Проект «Ямальский кросс» реализуется благодаря поддержке фонда президентских грантов общественной организации ДФК «Ямал». Партнерами выступили Управление по спорту и Молодежный центр города. Главная идея проекта – объединить всех любителей бега, популяризовать легкую атлетику среди жителей всех возрастных категорий и мотивировать их улучшать свою физическую форму. Для этого горожан приглашают на тренировки, которые пять раз в неделю проходят на открытых спортивных площадках города. Огромное количество лабутнанцев бегают здесь, бегают на стадионе Арктика, бегают за городом, по дороге на Харп, по дороге на Октябрьский. Их, правда, очень много. И очень хотелось всех объединить. В сентябре прошлого года общественники Кирилл Сементьеев, Евгений Беляев проводили кросс-ранинг, бег по пересеченной местности. Исключительно своими силами было около 40 человек участников. Провели здорово, достойно. В этом году мы захотели масштаб увеличить, задействовать не только спортсменов профессиональных, но и детей, но и женщин, мужчин, которые, может быть, когда-то занимались, может быть, очень хотят начать, но нет от этого повода встать с дивана и прийти. И вот, наконец-то, нам это как бы удается потихонечку, потому что мы уже начали с июня месяца проводить тренировки практически в ежедневном режиме, если только не дождь, не ветер. Хотя вот вчера был дождь, девчонки бегали под зонтом, потому что тренироваться хочется. И уже видим результат, потому что люди собираются на тренировки, люди готовятся к забегам, к следующим этапам, которые пройдут в августе и в сентябре, к юбилею города. Победители первых детских забегов намеренно не определяли сладкие призы и дипломы, получили все финишеры. А уже осенью в следующих этапах проекта у ребят будет возможность проверить, удалось ли за лето натренироваться и улучшить свой результат. Татьяна Швец, Ольга Подковыркина, Алексей Урженко, программа «Время местное».